Новость для желающих сохранить и приумножить свои сбережения. Большинство россиян, а это 55%, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, считают покупку недвижимости самым надежным вложением денег. Но согласитесь, купить квартиру не так просто. О нюансах выбора жилья прибыльного расскажет Александра Сосновская. Еще перед Новым годом городские улицы пестрили объявлениями с предложениями о продаже квартиры. Квадратные методы предлагали даже за 39 тысяч рублей. Сейчас десятки рекламных счетов пустуют. Видимо, на рынке жилья грядут перемены. Изменения заметил и Роман Поспелов. Живет с родителями и с недавних пор стал подыскивать подходящий для себя вариант. В ближайшем будущем планирует обзавестись собственным углом. Выбрал несколько интересных квартир. Но перед Новым годом они куда-то пропали. Совершенно мне непонятные причины. После Нового года сейчас опять рабочие будни начались. И опять решил поискать что-то интересное. И наткнулся на эти же самые квартиры, но уже по большей стоимости. Объяснить для себя сей факт молодой человек так и не смог. У аналитика Елены Ершовой ответы есть на любые вопросы. Она внимательно следит за всем происходящим на тюменском рынке жилья. На текущий момент на рынке жилой недвижимости не наблюдается резкого спада либо роста средних цен за квадратный метр. И по нашим прогнозам в 2013 году предпосылок для дальнейших каких-то резких изменений также нет в целом. Застройщики тоже говорят, что переход в Новый год не стал поводом менять цифры в прайсах. Хотя у каждой компании своя политика. Мы подводим итоги года, анализируем наши удачи и ошибки, принимаем тактические решения на ближайшее время. Стратегия, как правило, утверждена заранее. Анализ текущей ситуации позволяет оперативно реагировать на изменения рынка. Опыт прошлого года показывает. В январе квадрат в новостройке в центре оценивали в 56 тысяч, а уже в декабре в 72. Прирост цен на первичном рынке составил 21%, на вторичном – 15%. Вскоре появится много новых жилых проектов, а это тоже играет свою роль. Так что общая динамика такова, что стоимость квадратного метра медленно, но все-таки будет ползти вверх, ближе к весне. А те предложения, которые попались Роману, пока что исключение из правил. Удорожание, вероятно, произошло по личному желанию продавцов. И тенденцией это назвать нельзя. Александра Сосновская, Артем Суханов, Сибинформбюро.